ну что это за кот ребята посмотрите что это за кот пришел грязный как свинюка только вчера купался бася ты наглый наглая твоя белая грязная морда ну где можно лазить вот так посмотрите где-то слесарем что ли устроился на полставки читаю ребята ваши комментарии там все пишут про шуруповерт что там болт какой-то но блин в моем нету болта так вот владик сейчас будет подсвечивать нам ну смотрите губки там пишут раздвинуть сдвинул губки патроне так смотрите но нету болта ё-моё ну как же так блин владик у всех есть болт у нас нету болта но как это может быть а сейчас пойду еще порой с интернете блин ребята вот я лошара у меня видимо мало памяти я же год назад и вы же наверно помните наверняка может быть где-то видео промелькнуло ну вот же я делал помните вот эту хрень чтобы работала от ноутбука и у меня что-то выпало с патрона давайте пороемся теперь чемодане смотрите вот я лошара так это вы знаете да что гибкая такая хрень когда надо крутить под углом что-нибудь выкручивать один раз всего и попользовался и вот ребята вот такая я болта что вы видите в этом пакетике тоже что и я владик иди посмотри какой твой папа лошара оттуда же выпал у меня когда-то винт вот она я без винта без винта думаю да как это без винта да он выпал оттуда ёшкин кот вот я балда все теперь у меня с винтом видите как у всех нормальных людей от были а я вам голову морочу и пишу такой всем в комментариях а у меня без болта пишут на возьми шестигранник там наверное шестигранник думаю да нету там никаких граней а вот такая история так ну а теперь надо видимо просто как обычный патрон откручивать правильно можно зажать что-нибудь сюда и в общем сейчас попробую его отвернуть хотя это мне нафиг не надо но тут все четко все работает но такие у меня руки вот чешутся вот надо мне разобрать а потом я буду спокойны и да кстати вдруг кому-то поможет действительно болт с левой резьбой то есть выкручивать его надо по часовой стрелке то есть все тут как положено у меня все нормально все как у всех и вот ребятки победа я сейчас одной рукой же тяжело снимать владик броится занят вот так я взял молоточек поставил вот это на сверло чтобы больше было усилия да и вот так молоточком шпок чуть-чуть буквально ударил ох видите заклинило опять опять заклинило как неудобно держать вот так видно вам а ну-ка вот такой я лошара обычный тут патрон как у всех нормальных людей фух так стало классно на душе ребята я снял его все я его снял мне хорошо теперь фух теперь весь день буду хорошем настроении и депрессии не будет больше вы поняли как лечиться от депрессии вот так возьмешь и сделаешь невозможно и все и вам сразу станет хорошо так ребята вот обычный патрон закручивается по часовой стрелке то есть резьба не левая а обычная я говорю новенький хорошенький патрончик вот тут только я процарапал когда-то в упор что-то сверлил и зацепил так что то мы видим отверстие блин теперь у меня другая мысль как его весь разобрать так нет все 100 больше никаких мыслей работать все бросаю эту дрель нафиг а точно еще это заразиться захочу еще патрон разобрать блин уже захотел а вдруг надо разобрать весь патрон так нет хватит надо гнать от себя эти дурные мысли ох вот смотрите вот здесь резьба на валу вот теперь получается нам надо если мы хотим откручивать то наоборот надо левая резьба видите я откручиваю а он на самом деле закручивается то есть это для того чтобы патрон не открутился во время работы хотя видите я вот год назад его потерял этот болт он выпал и ведь работал сколько и патрон не откручивался хорошо сидел так и мы сейчас соберу все как положено так и это видео надо так назвать чтобы я сам потом хоть смог найти его фух все ребята собрал слава богу соблазна нет сейчас чем-то лучше дельным займемся не так хороший шуруповерчик такой вот класс а ну когда-нибудь потом переделаю конечно с ноутбука там несколько аккумуляторов у меня появилось можно будет сделать на литий-ион ну думаю особо наверное видео не надо снимать их полно сейчас в интернете это все очень легко делается вот другой вопрос а надо ли мне не так часто надо хотя этот аккумулятор еще держит нормально когда-нибудь сделаем в общем да там еще спрашивают как он работает у меня от этого аккумулятора то есть от этого зарядки ноутбука вы знаете ну прекрасно ну вот даже больше чем года я пользуюсь вот этой то есть принципе показала себя отлично немножечко может быть конечно слабее аккумуляторов но не знаю все меня вполне устраивало то есть на всех режимах все работает хорошо на 1 вольт больше немножко получилось но ничего страшного и еще хорошо у него защита есть от замыкания то есть если я здесь замыкал у нас якорь он защиту уходил он просто начинал тогда кто включится то выключится поняли то есть все отлично работает может быть правда только надо было там не пишут многие туда надо было строить прямо вытащить вот эти аккумуляторы оттуда встроить прямо зарядку но тогда 220 у вас шнур будет до идти вот этот длинный шнур будет 220 вольт аж сюда подходить может не надо так делать причем смотрите вы же можете пользоваться зарядкой в обычном режиме то есть для своего ноутбука или нет бука да надо сняли обычный стандартный штекер у вас раз включили попользовались ну да еще здесь видите у меня плохо надо было как-то чтобы штекер где-то внутрь вставлялся там в разъем а здесь вот так провод торчал потому что этот штекер иногда выскальзывает у вас то есть я раз полез там на потолок что-то делать он раз и выпал вот это у меня недоработка а может быть даже не так может быть здесь за шнур просто такой будет шнур идти а где-то на полу у вас ну подальше от шуруповерта будет вот это соединение а здесь как раз такой легкий шнурочек нормальный сделать чтобы он только ток этот выдерживал 3,4 ампера да по моему вот хотя шуруповерт видите под нагрузкой конечно больше берет тока ну он просто останавливается тогда но опять же я говорю вот это момент срабатывания защиты этого блока то есть я не знаю когда его надо дождаться этого это только при сверлении и если у вас заклинит сверло где-нибудь тупое будет сверло и где-то заклинит в дереве вот у меня так было но только тогда ну так вытащил чуть-чуть опять заточил сверло и дальше работаешь и все отлично то есть вот такое и да ребята самое главное я вас попрошу смотрите я в этой камере сейчас настроил другие настройки сделал более качественное выбрал изображение ну то есть выбрал получше не самый верх но выше чем я снимал вот напишите как сейчас будет там резкость не пропадет или нет как youtube опять срежет это видео не знаю вот куда его понесло опять а пришел съел бошку куриную поспал ровно пять минут и все его куда-то опять понесло ну что тут сделать блин с этим забором денег не хватает нашему народу даже на забор так ладно это чего это это я что вслух сказал да так проверяем камеру теперь будет дольше конечно видео если все не вегасе захочу сделать монтаж будет дольше рендериться вот это такой формат я сейчас опять соединю вот эти короткие ролики паузы нет в этой камере не вы заметили я снимаю короткими роликами такими а потом просто от sony от этой вместе с этой камерой шла программа которая просто их склеивает за две секунды но естественно никакого монтажа быть не может так руки дрожат так этот работает стабилизатор изображения вижу немножко работает если я выбираю еще лучше качество тогда мне предупреждает что тогда не будет работать стабилизатор то есть тут не механически в этой камере стабилизатор а электронные это плохо то есть была такая камера чуть чуть подороже в ней уже был электронный то есть этот механический стабилизатор ну вот так вот хватит до снимать сейчас дрова еще с ними как вот резкость будет так ладно все ребята а еще мася мася все нажралась ну да жопу ребятам показывает а что ж это такое потрясла хвостом так еще владик тут просит это плагин масонов вам покажет но это на своем канале дак выложишь так ладно сейчас покажу как без плагина звучит включая плагин а а а а а а а